Шаббат шалом. Итак, давайте, пожалуйста, встанем для того, чтобы помолиться, пересчиняем Торы. Может, кто-то еще не встал. Баруха тааданай элаейну мэлэхалам, ашерба арбану, миколямим, менатан лану этторато. Баруха тааданай, но тэн атора. Да. И еще секундочку, пожалуйста. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. На этой неделе у нас глава называется «Ноах», недельный раздел. Это второй по счету вторе, расположенный в первой книге «Берешит» или «Бытие». Назван по первому значимому слову текста, в данном случае по имени человека «Ноах» это на иврите «Ной», если перевести на обычный язык. Итак, структура и краткое содержание раздела. Тут получается, что вначале идет строительство ковчега, потом «Ноах» входит в ковчег, потом происходит потоп, потом происходит убывание воды, потом «Ноах» выпускает ворона или голубя, но после этого «Ноах» покидает ковчег, потом получается союз Бога с «Ноахом», опьянение «Ноаха» и благословение Шема и Ефета. Всевышний велится «Ноаху» построить ковчег. Он был единственный праведный человек, его семья, вот остались те люди праведные, которые были на земле. Он просит, чтобы он построил гигантский ковчег, потому что потоп сотрет все на земле, всю жизнь. И ковчег должен стать убежищем, таким спасением для «Ноаха» и его семьи, и также для животных, которых Бог пришлет ему в корабль. И также птиц, птиц и животных, присмыкающихся. На протяжении 40 дней льет дождь, и вода пребывает на протяжении 150 дней, пока не успокаивается и начинает спадать. Затем из окна «Ноаха» выпускает голубя. Сначала ворона, потом голубя несколько раз, чтобы увидеть, ушла ли вода с земли. И когда полностью вода высыхает, через 365 дней после потопа, Бог повелевает «Ноаху» и его семье выйти из ковчега. «Ноах» делает жертвенник и клянется больше не уничтожать, Бог клянется не уничтожать человечество, показав свою радугу в небе. Такой заключает завет с людьми Господь. «Ноах получает свыше заповеди, среди которых запрет убийства и запрет есть мясо или кровь еще живого животного. Но в целом Бог разрешает есть мясо». То есть до этого люди питались только плодами из деревьев и какими-то овощами или фруктами. Затем «Ноах» насаждает виноградник, собирает вино, он напивается вином этим. И получается, что два сына, Сен, Шем и Ефьет, покрывают наготу своего отца. А над Хамом, то есть над одним из трех сыновей, Хама, он проклинает «Ноах» за то, что он его увидел и надругался над своим отцом. Затем описывается то, как строят Вавилонскую башню, как люди начинают гордиться и говорят, что давайте построим Вавилонскую башню и сделаем себе имя и будем как боги. За это Господь смешивает их языки, рассеивает их. И затем раздел «Ноах» завершается перечислением десяти поколений от «Ноаха» до «Авраама». И рассказом о путешествии Авраама из Урк-Сдима в Харан. Я вот хотел бы вам... Я когда читал, то я вспомнил, что вот этот корабль, он очень большой. И я подумал, я посмотрел, как бы габариты этого корабля, я подумал, наверное, этот корабль, наверное, похож на какие-то, которые сейчас. И я вспомнил, что я нашел самый большой корабль, круизный в мире, который сейчас есть. Это вот он. Это называется «Вандер оф десис», то есть «Чудо морей». Он вышел в 2022 году. Его длина такая же, по сути, там 10 метров отличается от ковчега, который построил Ной. И ширина точно такая же. Там тоже, он на 10 метров чуть шире, чем ковчег Нойя. Но высота, конечно же, там у Нойя была поменьше, наверное, где-то вот, может, здесь 18 палуб. Но я думаю, там, по-моему, у Нойя была высота, сейчас я скажу, высота была 35 метров у Нойя. Вот. Но это где-то, наверное, вдвое меньше. Но все равно, это огромный корабль. Этот корабль вмещает около 8 тысяч человек в себя. То есть, примерно габариты понятны, да? Вот нам становится, что это огромнейшее судно, в которое можно было... Там была только семья Нойя, и в животных там поместилось сюда очень много, ну, как бы, по сути. Бог говорит, сделай просвет в ковчеге, в локоть, сведи его сверху, и дверной проем ковчега сделай сбоку, помести. И получается, что вот в таких кораблях, в этих круизных кораблях, там вход тоже, он сбоку. То есть, когда он пришвартовывается, открывается большая дверь. И это тоже, как бы, то есть, подтверждение того, что мудрости Божией, что Бог сказал, как правильно сделать этот ковчег уже тогда. И еще как бы хотелось сказать вам, что немножко развернуто рассказать эту историю про Ноя. Получается, что почему Бог выбрал именно Ноя, написано, что Ной, он в 6 главе, 8 стихе написано, Ной же обрел благодать перед очами Господа. Почему, имеется в виду, почему он обрел благодать в лице Господа? Есть такая книга, она называется «Хроники поколений». В ней ввели записи как родословную от Адама и до Ноя, мудрецы. Они записывали, как бы, более развернуто вот такую родословную и описывали немножко шире эту историю. Они говорили, что там написано, что его дед Метушелых, это был самый, он прожил больше всего на земле, этот дедушка Ноя, его звали Метушелых, он самый долгожитель как бы на планете, земля был. Он даже жил дальше, дольше, чем Адам. И получается, что он наследовал все знания вот предков от Адама, и он учил Ноя праведности и правильным законам Божьим. И вот поэтому Ноах, он наследовал вот эту вот праведность от своего Метушелыха, от дедушки и от своего отца тоже. И как бы, а все остальные народы вокруг, они были развращены и ужасно вот вели себя. И поэтому Бог выбирает именно Ноя и его семью. И получается, что они как бы, вот, жены его сыновей, трех сыновей Ноаха, они также женились, ну, как бы, там было принято, да, там на каких-то дальних сестрах жениться. И вот они, у них произошло как брак совместный, и получилось, что эта семья, она была полностью праведная. После того, как умирает Метушелых, дед, Бог говорит, войди в ковчег со своей справедной семьей. И интересно то, что вот написано, что Ной же обрел благодать перед очами Господа. И обрел здесь на иврите, это такое же слово, как маца. Это тоже слово маца. И получается, что это же слово используется во время Песоха, когда проходит цедр, то эту мацу, то есть, вкушают и до сих пор говорят, что те, кто кушают мацу, сейчас они, как бы, обретают благодать Бога. Ноах сделал ковчег из кедра. Он насадил кедр, почему из кедра, потому что кедр был 150 метров в длину он достигал, высоту вырастал кедр. Это были очень удобные деревья для стройки ковчега. И на протяжении 120, что происходит дальше, на протяжении 120 лет Ноах строит ковчег и призывает всех людей, чтобы они как бы он говорит вам им будет потоп, вы все погибнете и так проходит 120 лет. И ему никто не верит и все говорят, что если раз будет потоп, когда придет потоп, тогда мы просто разобьем твой ковчег и все. Но Бог защищает ковчег в тот день, когда они заходят к нему, он защищает его, вокруг собираются животные и не дают этим злодеям разбить ковчег. Ноах запасается всеми плодовитыми растениями и очень много запасает с собой еды, чтобы прокормить целый год свою семью из этих животных. Получается, что вода шла 40 дней с неба и также говорят, что вода шла из-под земли, то есть наполнялась водой земли, они выходили тоже из берегов. Прошло ровно 365 дней и это можно проследить по количеству дней, которые упоминаются в описании этих событий, там четко они прослеживаются. И вот когда Ноах выходит из ковчега, он спрашивает у Бога, Господь, почему так произошло, что ты всех уничтожил? А Бог ему говорит, что ты не просил меня, чтобы я спас этих людей. То есть он приводит ему в пример Авраама, он говорит, Авраам, он, когда Содом и Гомора, он меня просит о том, чтобы я спас этих людей, а ты ничего не делал, ты просто предупреждал их, что вот вы погибнете и все. И в 54 главе Исаия, в 9 стихе, говорится, что этот потоп назван потопом Ноя. «Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя». Затем говорится, что на самом деле Ной, он вышел, когда вышел из Ковчега, он последовал в землю Израиля. Они там принесли жертву, и там Бог показал его и его семье радугу. Есть очень много разных тоже интересных комментариев и фактов в том плане, что даже сирийские цари, они искали вот этот Ковчег, брали себе бревна и поклонялись потом этим бревнам. как святыни и считалось, что части Ковчега они как исцеляющие. Получается, что один, как все его знают, Балшим Тоф, есть такой основатель хасидизма, который у его могилы в Умане находится. Он сказал, что слово Ковчег это такое же слово на иврите. Оно значит то же самое, такой же перевод слова. То есть слово Таева переводится как Ковчег и как слово. на иврите. Таева как Ковчег и как слово. И что прослеживается? Ноах получил свое спасение в слове, то есть Бога. в священном языке не бывает каких-то совпадений, я думаю. То есть если это слово переводится как и слово и как и ковчег, то это не просто так. И получается, что Ноах получил свое спасение в слове Бога. И мы как праведники, как верующие тоже можем получать спасение в слове Бога, то есть в Ешуа. И для нас вот в эти времена Ешуа является таким ковчегом, в котором мы можем спрятаться и пройти вот эти все бури, вот эти все потопы и найти благоволение Бога в Его глазах, в глазах Господних. Вот. Так что и в конце у меня вот такая тоже из Библии стих «Имя Господа крепкая башня, убегает на нее праведники, безопасен». Вот. Да, так что шабаш-шалом, всем мирного дня, спасибо. «Имя Господа» «Имя Господа» «Имя Господа» «Имя Господа» «Цемя Господа» «Имя Господа»